МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда иди к своей цели. Не можешь идти, ползи к своей цели. Не можешь ползти, ляг и лежи по направлению к своей цели. Наша цель – комфорт. В эфире программа «Вектор комфорта». И сегодня в выпуске. СКРУ, счета и проектное финансирование. Каковы особенности покупки квартиры по новым правилам? Комфортная городская среда 2019. Как идет благоустройство по федеральной программе в районах Чувашии. В конце 90-х в России получило распространение долевое строительство. И практически все новые микрорайоны, все жилье, даже дома, которые сейчас за моей спиной, построены именно с помощью этого механизма финансирования. И вот теперь застройщикам придется перейти на новый механизм – проектное финансирование. С 1 июля этого года в России запрещено заключать договоры долевого строительства с гражданами. О том, что это значит, будем говорить с заместителем министра строительства Чувашии Владимиром Максимовым. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну, тут у меня первый вопрос такой. Проектное финансирование, так называемые «эскроу-счета». Что это такое? Как вообще это будет работать? На самом деле у нас рынок долевого строительства, как уже отметили, он достаточно глобальный в масштабах республики. У нас практически все жилье строится с привлечением средств участников долевого строительства. Сегодня на работе находятся у нас 102 проекта долевого строительства на общей площади более миллиона квадратных метров жилья. 59 застройщиков осуществляет строительство домов с привлечением средств граждан. Проектное финансирование – это новый этап в долевом строительства, которая была введена еще в прошлом году, которая предусматривает привлечение средств граждан не напрямую с застройщиками, а уже привлечение через банковские структуры. Если простым языком, как вы мне прямо рассказывали, хочет застройщик построить дом. Куда он, да, в первую очередь идет? Где он будет теперь брать деньги на то, чтобы начать строительство? Для того, чтобы начать строительство дома, застройщик подтверждает наличие собственных средств в размере 15% от стоимости строительства собственных и 85% праве обратиться в банк за получением кредитной линии для того, чтобы профинансировать строительство конкретной позиции. В случае получения положительного одобрения банка под конкретную позицию открывается счет Искроу. То есть количество счетов Искроу в доме равняется количеству квартир, которые подлежат продаже в рамках незаконных. Да, то есть отдельный счет Искроу. То есть сначала приходит застройщик в банк, банк видит, и все уполномоченные ведомства, как вы говорите, что это состоятельная компания, достаточно, да, что действительно застройщик, который в состоянии построить дом, приходит в банк, получает кредит. А в дальнейшем что происходит? Люди видят, что собираются построить дом, вырод котлова, там, например, хотят купить квартиры, им куда идти? Граждане обращаются непосредственно к застройщику, а в отделы продаж застройщика, как это было до этого, заключает также договор долевого участия, но при этом в договоре долевого участия указывается, в каком конкретно банке открыт Искроу счет и обязательство, что средства в счет уплаты цены договора, они поступают не застройщику на расчетный счет, а поступают именно на тот счет Искроу, который открыт в банке. То есть основное отличие от предыдущих договоров будет в этом заключении. То есть просто их деньги долевиков будут храниться не в застройщиках, а будут храниться в банке. Таким образом, получается, что застройщик на средства кредитные строит дом и по мере того, как он выполняет определенные стадии работы, ему получают эти средства. Совершенно верно. Строительство дома, несмотря на наполнение счетов и скров, оно осуществляется за счет кредитных средств, которые ранее были одобрены застройщику. По мере выполнения работ, застройщик предъявляет эти работы банку, и это будет являться основанием для перечисления кредитных средств за выполненные работы. При этом, денежные средства граждан будут продолжать храниться в банке именно до сдачи объекта в эксплуатацию. Вот это ведь все было сделано как раз для того, чтобы защитить участников долевого строительства, чтобы не было ситуации, когда, например, и денег лишился человек, и квартиры не получил. Вот этот механизм, как он будет защищать долевого строительства? На самом деле, вы правильно говорите, что это основная цель данных изменений, это непосредственно защита прав граждан-участников долевого строительства. Раньше что у нас происходило? Застройщик получал денежные средства граждан и не всегда направлял в полном объеме на строительство объекта. Какие-то отвлечения денег все равно не присутствовали. Да, чтобы закончить другой, да, какой-то товар. И, соответственно, эти денежные средства, которые были собраны, допустим, в размере 100% из дольщиков, они не позволяли завершить строительство объекта. Это приводило к невозможности достройки объекта и, соответственно, появлению обманутых дольщиков. Предположим, застройщик также начал строить дом, взял кредит, но что-то там пошло не так, стройка остановилась, каркас возвели, дальше дело не идет. В таком случае, что получают долевики, которые вложились и принесли деньги в банк на этот объект? Если с застройщиком что-то случится, в любом случае это риски банка. Соответственно, денежные средства по требованию самого долевика в случае наступления каких-то форс-мажорных ситуаций, они могут быть возвращены долевику в полном объеме. Соответственно, также могут быть случаи, что у полномоченных банк может лишиться лицензии. При этом случае также в законодательстве предусмотрено, что все счета, которые лежат на счетах из КРОУС, они застрахованы агентством страхования вкладов до 10 миллионов рублей. То есть сумма, вложенная в сумме до 10 миллионов рублей, она гарантирована к возврату. Так, то есть я правильно понимаю, что в случае, если что-то пойдет не так, объект не достроен, что-то еще случилось, гражданин может получить свой первоначальный взнос и в дальнейшем разбираться уже будут как раз застройщик и банк? Совершенно верно. Это в любом случае будут риски банков с застройщиками. В случае, если застройщик будет несостоятельным, в любом случае здесь будут осматриваться вопросы по достройке исключения других застройщиков. Ну, это уже функция, как бы, возлагается на банк, который оценил свои риски и вложил, предоставил кредитные средства на стройку этого объекта. Что значит в этом случае для застройщиков? То есть получается, что не каждому застройщику банк будет выдавать такой кредит, да, то есть банк будет, значит, тоже свои какие-то требования выставлять застройщикам. Вот для Чувашии много ли у нас компаний в таком случае? Скорее всего, уйдет с рынка строительства. Здесь нужно понимать, что в любом случае те организации, которые сегодня в хорошем финансовом состоянии, которые зарекомендовали себе на рынке, это тоже, кстати, является одним из оснований одобрения либо неодобрения кредита. В любом случае, по данным критериям банк отбирает и смотрит возможности кредитования. Ну, то есть, скорее всего, станутся надежные застройщики, которые занимаются не первым. Те маленькие застройщики, которые раньше как-то случайно попадали на рынок долевого строительства, конечно, такой возможности уже не будет. Если, допустим, были организации, которые каким-то образом вкладывали деньги и покупали земельные участки по строительству дома и становились застройщиками и начинали возводить дом, конечно же, такая возможность будет отсутствовать. Ну, хороший пример у нас как раз гражданская шесть, да, застройщик, который первый раз взялся за такую деятельность, как строительство, да, и теперь дольщики не могут как раз въехать. То есть, такая компания, вот при таком механизме новом, она, в принципе, не зайдет на рынок, да, скорее всего? Ну, здесь нужно еще сказать, что 214 ФСЗ теперь предусмотрел, что у нас застройщик должен до принятия решения о привлечении средств, они должны соответствовать критериям. Это два критерия. Это опыт работы не менее трех лет в качестве застройщика либо подрядчика. И объем введенного жилья не менее трех тысяч квадратных метров. То есть, здесь уже априори случайный застройщик, который раньше вообще не занимался долевым строительством, он здесь уже не может работать. У любой, конечно, медаль две стороны. И вторая сторона, да, многие эксперты считают, что раз в такие, раньше было это две стороны договор, да, долевики и застройщик. Сейчас входит третий игрок, это банк, который, конечно, свои обязанности бесплатно делать не будет. Эксперты полагают, что все-таки это приведет к подорожанию квадратного метра. Как считаете вы? На самом деле сейчас какие-то прогнозы строить тяжело, но здесь нужно иметь в виду, что в любом случае увеличение цены будет являться как рыночный механизм от спроса и предложения. Но сегодня мы увидим, что законодательство предусмотрело возможность завершения строительства начатых ранее объектов по старой схеме при соблюдении следующих условий. Это строительная готовность не менее 30% и проданы квартиры не менее чем 10% в домах. Таких у нас 89 проектов из 102, которые на сегодняшний день строятся. Это также будет являться одним из стимулов сдерживания рынка, цен на рынке жилья. Так как будет предложение как и со счетом из крови, так и без счета из крови. В любом случае у гражданина, который захочет приобрести жилье, будет выбор и, соответственно, конкуренция среди застройщиков останется. Ну да, то есть у тех, кто будет работать по новым правилам, нет резона пока резко поднимать цену. Я думаю, что да. В любом случае здесь будет зависеть от рынка. Если будет повышаться спрос, то, соответственно, в любом случае, даже без этого механизма он в любом случае пойдет вверх. Ну да, здесь закон спроса и предложения. Да, совершенно верно, это основной стимул к изменению цен на рынке. Еще такой момент уточняющий. Предположим, застройщик пришел в банк определенный, взял кредит на строительство, начал строить дома. Покупатели, которые хотят приобрести в этом доме квартиру, нашли предложение по ипотечным кредитам выгоднее в другом банке. Вот в этом случае как будет взимодействие? То есть они могут взять ипотечный кредит в другом банке, при том, что застройщик взял кредит в другом банке? Безусловно, у нас законодательство не ограничивает возможность привлечения ипотечного кредита в любом другом банке. Просто денежные средства перечисляются с одного банка в другой. Это как вы здесь сказали, да? То есть каждая квартира – это отдельный, собственно, скром. Совершенно верно. Я думаю, что здесь в любом случае будет также, с учетом того, что застройщики будут финансироваться за счет банка, и я думаю, что это будет являться дополнительным стимулом для тех банков, которые финансируют стройку, и также снижать проценты и предлагать более выгодные условия для того, чтобы их долевик не уходил в другие банки. Здесь хорошо. Двух зайцев получается у нас сразу. У меня последний тогда вопрос. Вот с теми, кого не успели мы защитить, да, обманутые дольщики-долевики, которые у нас сейчас есть в республике. Их вопрос, как все-таки будем решать? На самом деле у нас на сегодняшний день в дорожной карте, которой утверждается главой республики, три объекта долевого строительства, все про них знают. Но на самом деле сегодня рассматриваем несколько вариантов решения этой проблемы. Первый вариант – это привлечение новых застройщиков на завершение строительства этих объектов. И второй вариант – это через создание региональных фондов по защите прав государственных участников долевого строительства. Сейчас вот в июне месяце были внесены поправки в федеральный закон, действие 14-й, который позволяет региональным властям создавать фонды, деятельность которых будет направлена на завершение строительства проблемных объектов. То есть там будут аккумулироваться какие-то средства на этих фондах? Из точки финансирования, они закладательством определены. Это федеральный и региональный бюджеты. То есть будем смотреть возможности использования данного механизма. То есть в общем в любом случае мы эти дома рано или поздно достроим? В любом случае это наша основная задача. И на контроле у главы республики находится этот вопрос. Наша задача, чтобы все граждане, которые были обманутыми, получили свои квартиры либо денежные средства, чтобы недовольный граждан у нас не осталось. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, мы беседовали с первым заместителем министра строительства Чуваши Владимиром Максимовым. Ну как проявит себя проектное финансирование покажет время, но сейчас о программе выводы, по которой уже можно делать. Сейчас мы отправляемся в район республики, чтобы посмотреть объекты, которые должны быть благоустроены по программе о формировании комфортной городской среды. Первая остановка – парк культуры отдыха в Урмарах. Попытки облагородить 2000 квадратных метров территории местные власти предпринимают уже несколько лет. Шесть лет назад здесь даже начали санитарную вырубку и подготовили проект, который так и остался на бумаге. И вот новая возможность закончить начатое. Объект попал в федеральную программу о формировании комфортной городской среды. В ландшафтном дизайне есть такое понятие, как английский сад, когда заросли, которые образуют специальными растениями, плавно переходят в лесной массив. Но в Урмарах явно стремились не к этому. Кибида в человеческий рост, про культуру и отдых напоминает только детский городок, который соседствует со старой площадкой. По плану до конца лета здесь должны появиться проезды и дорожки. Контракт заключили в середине июня. За это время подрядчик успел только привезти к кучу песка. Работы еще пока не начаты, хотя и вот видим песок речной завезен. Деньги федеральные выделены, общая сумма финансирования здесь почти 5 миллионов рублей. Срок завершения 31 августа 2019 года. Реализация контракта под контролем министерства. Это значит, что приехать сюда придется еще не раз. Следующий объект в Урмарах, который также попал в программу по созданию комфортной среды, буквально в 30 метрах от забора парка. Двор дома по адресу Заводская, 36. Здесь ремонтируют проезд и парковка. Очень плохо было сначала асфальтовое покрытие, постоянно стояла вода. Поэтому сейчас здесь по новой будет проложено асфальтовое покрытие, положены бордюры, как должно быть. А вот тротуар потеряли. Представители администрации уверены, что в проекте он есть, а подрядчик, что нет. Этот вопрос предстоит решить. Не вижу, чтобы вы для тротуара вообще не оставили площадки. Для автомобилей есть. А где будете вы сейчас тротуар прокладывать? Инициативная группа деревни Старой Урмары решила, что для комфортной среды им не хватает ровного футбольного поля со специальным газоном. Мы тут играем, приходим. Тут мальчики собираются, начинают играть. Я хотела бы, чтобы было такое же поле, но только лучшая сетка, чтобы было. Дожди пошли, перестали работать пока по этому объекту. Первый слой сняли. Дальше подрядчик должен ложить специальную смесь и засеять газон. Правда, специалисты опасаются, что его могут съесть. Ограждение, конечно, запланируют, но позже. Здесь уже с населением работаем, тут уже само собой, чтобы здесь козы, овцы не гуляли. В год 430-летия Цивильска в городе появится центральная городская площадь. Честно говоря, в городе Цивильске в настоящее время мало мест, где можно гражданам свободно провести время. И чтобы это было красивое и благоустроенное место, посоветовались с гражданами, было вынесено решение именно благоустроить, создать такое центральное место, где можно было проводить какие-то мероприятия, важные для города. К концу лета здесь должно быть покрытие, дорожки из брусчатки, скамеечки, фонари и парковка. Ходом работ специалисты остались довольны. В Чебоксарском районе в этом году в программу попали несколько объектов. Один из них – сквер в деревне Новые Тринкосы. Он должен стать главной местной достопримечательностью. Мы здесь планируем открыть небольшой сквер и площадь павшим воинам Великой Отечественной войны. Соответственно, благоустраиваем перед памятником площадь и, соответственно, выделяем отдельные места для детей. Для них мы установили тренажеры спортивного характера и для детей, как я уже сказал, установили детскую площадку. Работы еще не завершены, но дети окончания дожидаться не стали. В соседнем поселке Новое Отлашево будет стадион с футбольными и волейбольными полями, беговой и велодорожками. Однако, судя по всему, спортивный объект – не единственное, чего не хватает жителям Нового Отлашево для комфортной жизни. Комфортная среда – странный предмет. Она вроде есть, но ее вроде нет. Отремонтировать дорогу, чтобы здесь не образовывалась такая большая лужа, должны по другой программе – не инициативное бюджетирование. Что касается комфорта городской среды, в общей сложности в республике на этот год запланировано благоустроить 31 двор и 30 общественных пространств на сумму около 400 миллионов. Есть районы, которые вроде бы еще не опаздываем, но нужно бы потянуться. Поэтому с нашей стороны, с стороны Минстроя, будет контроль и качество за выполненные работы и контроль за сроками исполнения контрактов. Последний объект рейда – Дорис парк в Чебоксарах. В отличие от остальных, благоустройства здесь должны завершиться до дня города. Активной работе, правда, пока препятствуют ливни. Что было во время рейда по объектам, входящим в программу формирования комфортной среды и по-настоящему некомфортной, так это погода. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok